Друзья мои, всем привет! Если вам интересно узнать, куда пропал мужчина и как же его вернуть назад, тогда это видео для вас. Я думаю, каждая женщина в своей жизни сталкивалась с такой ситуацией, когда мужчина неожиданно пропадал. Все было хорошо, свидания, переписки, встречи, звонки, секс, и тут вдруг ни с того ни с сего он взял и перестал выходить с вами на связь. То есть он вроде как живой, в соцсети выходит, но вам уже не пишет, вам больше не звонит, не предлагает встретиться и провести время вместе. И тут женщина начинает недоумевать. Ну что я сделала не так, почему в жизни так случается, как мне заставить его снова вернуть его внимание, как мне переиграть эту ситуацию. Давайте разбираться с причинами, почему он исчез и как же заставить его вернуться. Первая причина является самой распространенной. Эта причина заключается в том, что вы недостаточно нравитесь этому мужчине. Ну просто вот так случилось, ну как-то не совпало с ним вместе, вы не настолько его привлекли, вы не настолько были хороши. Это не значит, что вы плохая, с вами все в порядке. Просто он понял, что ему без вас намного лучше, чем с вами. И сейчас многие женщины скажут, ну как же так? Да ведь все же было хорошо. Неделю назад я уже думала, что он уже там с кольцом ко мне придет, а сейчас вот все вдруг вот так в один день изменилось. Я вам скажу, да, такое бывает. Вчера он думал, что вы ему нравитесь, а сегодня он так передумал. Сегодня он понял, что, наверное, вы ему не очень сильно нравитесь. Возможно, у него есть какие-то другие девушки, женщины, он переключил свое внимание на кого-то другого. Да, такое бывает и такое возможно. Что делать в этой ситуации? Делать то же самое, что и практически во всех следующих причинах, о которых мы поговорим. Оставьте мужчину в покое. Дайте ему побыть наедине с самим собой и понять, нужны ли вы ему, нравитесь ли вы ему, хочет ли он быть с вами. Понимаете, ни одно ваше действие в данной ситуации не изменит кардинальным образом всю систему вашего взаимоотношения, взаимообщения, которое сложилось на данный момент времени. Что бы вы ни сделали, никакой волшебный смс, никакой потрясающий секс, никакой борщ не заставит его сейчас передумать. Ему нужно для этого время, и это время ему нужно провести без вас. Просто помните о том, что отношения это взаимность, и вы не сможете быть с человеком, которому вы не нравитесь, как бы вы ни старались. И ничто не заставит его вас полюбить. Это то же самое, проецируйте все на себя. Вот вас легко заставить полюбить какого-нибудь там, вообще любого человека. Да нет, вы же не хозяин своим чувствам, у вас бывает, что появляется какая-то эйфория, бывает она куда-то проходит, и это нормально, и такое случается. И если вы сейчас будете сильно заморачиваться на эту тему, то вы только усугубите свое положение, потому что вы можете впасть в эмоциональную зависимость и привязанность от этого человека. И вы приучите себя к страданию, к тому, что это состояние нормальное. Состояние того, где вы думаете и фантазируете о том мужчине, о котором фантазировать не нужно. И единственное, что вам поможет переиграть эту ситуацию, это ваше состояние. Как только вы про него забудете, как только вам станет все равно на эти отношения, шанс на то, что такой мужчина появится, практически стремится к 100%. Вторая причина, по которой пропадают мужчины, это причина того, что вы просто не подходите друг к другу, но вы этого не видите. Мужчины как-то более избирательно смотрят на женщин, то есть им важно, чтобы у вас были общие ценности, общие интересы, чтобы ему было комфортно с вами. Он больше задумывается над тем, какое состояние вы ему несете, как он себя ощущает рядом с вами. У женщины выбор мужчины происходит немного по-другому. Женщины как-то, знаете, ой, ну нормальный мужик, там машина есть, квартира есть, работает, бабочки у меня там в животе, в голове тоже порхают, значит все, значит он мне подходит. У мужчин такого нет, мужчина как-то более избирательная. И вот в тот момент, когда мужчина понял, что вы ему не подходите, но вы еще этого не поняли, он исчезает. Почему такое бывает? Ну допустим, пример, женщина там вся такая домашняя, ей нравится готовить, она хочет детей, она хочет замуж. Мужчина понимает, что он никогда не сделает ее по-настоящему счастливой, потому что ему нужно ходить на какие-то горы, в какие-то походы, ездить на каких-нибудь там мотоциклах, то есть как-то тусоваться. И допустим, ему важно женщина там поговорить о смысле жизни, о том, как появилась вселенная, о чем-то таком неземном. А вот с этой именно, конкретно с этой женщиной этого не получится. Но эта конкретная женщина уже настроилась, что у нее будет семья и дети именно от этого человека. И она в принципе готова, ну ничего, он же поменяется, он же изменится, и он будет в отношениях со мной, и у нас все будет хорошо. Или другой пример, когда женщина привыкла как-то себя не очень правильно вести, то есть она манипулирует, она устраивает какие-то истерики, она выносит мозг, и она считает, что это правильно. Там она привыкла играть вот эти ближе-дальше какие-то игры. А мужчина такой земной, вот ему надо, чтобы больше стоял в холодильнике, ему вообще больше ничего не надо, чтобы голова не болела у жены. И ему вот эти вот качели абсолютно неинтересны, и он сразу понимает, что с такой женщиной у него не получится нормальных отношений, поэтому он из них выходит. А женщина недоумевает, ну как так, потому что она привыкла к себе такой, и она считает, что ведет себя очень правильно, и такое ее поведение, такая ее жизненная стратегия верная. И возможно эта стратегия верная, и с другим мужчиной это все будет работать, но просто этот конкретный человек вам не подходит, такое бывает. Что делать в этом случае? То же, что и в предыдущем. Оставьте мужчину в покое. Восстановите свое эмоциональное состояние, сходите на свидание с другими мужчинами, проанализируйте, а этот конкретный человек вообще вам подходит. У вас есть какие-то общие ценности, общие хобби, увлечения? Можете ли вы построить с ним какие-то совместные планы, или вам это только кажется? Третья причина, это излишняя спешка женщины. Понимаете, и так устроена психика. Женщины как-то быстрее входят в отношения и считают, что они в отношениях. Она уже считает, что они почти муж и жена, а он еще не успел влюбиться, он еще не успел понять, и он еще не считает, что они находятся в отношениях. Ну, как-то вот медленнее у мужчин это все происходит. Не скажу, что они там какие-то тормоза, а просто так устроена психика. И когда женщина уже разогналась, она начинает вести себя как-то очень странно с точки зрения такого мужчины, который еще не успел влюбиться, которому еще не хватило времени, чтобы ее завоевать. А она уже расслабилась, все, я уже твоя, я уже к тебе с чемоданом приехала. А он еще не повоевал за вас, не поскучал по вам, не понял, ему вообще это надо или не надо. Женщина начинает знакомиться с своими друзьями, родственниками, куда-то его вводить в свой круг общения, в свои интересы, увлечения, и у мужчины от этого сносит просто крышу. Он не понимает, зачем все так быстро, зачем все сразу, и зачем все так сложно. Рекомендация снова та же. Оставьте мужчину в покое. Не зацикливайтесь на нем, не торопите события, дайте ему время поскучать по вам, дайте ему время разобраться в себе. И тогда, возможно, у вас все получится, потому что он хотя бы чуть-чуть выдохнет от вот этого напора, с которым вы на него наступаете. Не все влюбляются с первого взгляда, кому-то нужно время. Перестаньте представлять вашу свадьбу и наслаждайтесь текущим моментом. И четвертая причина, по которой пропадают мужчины, как это ни странно, но это какие-то другие дела. Да, у мужчин тоже есть свои дела, у них есть свои друзья, свои увлечения, свои хобби, им тоже хочется иногда побыть одному, чтобы получше разобраться. Каково ему в этих отношениях с вами, как он себя чувствует, надо ли ему это или не надо. Особенно это актуально для мужчин, которым там уже за 30, и они еще не были в каких-то очень долгих серьезных отношениях. И они привыкли к этой свободе, они привыкли к тому, что они сами себе хозяева. А тут вы начинаете, опять же, как-то склонять его в какие-то отношения, устраивать ему истерики. Почему ты пропал, почему ты мне не пишешь, не звонишь, а он просто хотел, как раньше, в старые добрые времена, посидеть, посмотреть футбол и сделать это без вас. Он не должен отчитываться перед вами за то, что у него есть какие-то свои дела. Приведу вам такую метафору. Представьте, что мужчина это человек, который не умеет плавать, а отношения это море. И вот если такого человека закинуть в море, там с какого-нибудь корабля, и вот он там будет барахтаться, опять уходить под воду, снова всплывать, пытаться вот глотнуть этого воздуха свободы, он будет ненавидеть это море и будет ненавидеть все эти отношения, в которых его вот так вот сразу запихали. А если он постепенно сам с берега будет заходить, сначала там по щиколотку, потом по колено, потом по пояс, и потом он будет просто плавать по этим волнам и кайфовать. Поэтому если у вас все только начинается, никогда не торопите мужчину. И если мое прошлое видео было про то, что не надо долго ждать, то это видео как раз таки про то, что в начале отношений вам нужно немного подождать. И что делать в этой, если у вас мужчина пропал именно по этой причине? Бинго! Вам нужно оставить его в покое и дать ему возможность подумать о чем-то, о чем он хочет подумать наедине без вас. По большому счету абсолютно не важно, почему мужчина пропал. Алгоритм всегда один и тот же. Восстановите свое эмоциональное состояние, не создавайте из этого какую-то великую трагедию всей вашей жизни и не находите каких-то связей, что вот все они пропадают, да все мужики козлы и все такое прочее. Дайте человеку чуть-чуть побыть наедине с самим собой, дайте ему подумать, дайте ему поскучать по вам, понять, что с вами было намного лучше, чем ему сейчас в одиночестве. И тогда все получится. Если вы начинаете нервничать, целыми днями сидите и ждете, когда же он появится, когда же он вернется, что же ему такого написать, чтобы он вернулся, что же такого мне сейчас сделать, то так вы только оттягиваете процесс его возвращения. Запомните раз и навсегда такую аксиому. Чем больше вы кого-то ждете, тем меньше вероятность, что этот человек вернется. Как только вы перестанете ждать, как только вы забудете о каком-то мужчине, он возвращается практически моментально и мгновенно. Напишите, пожалуйста, в комментариях, замечали ли вы этот закон в своих отношениях с противоположным полом. Но опять же не забываем, что переключать свое внимание на себя и переставать думать о мужчине нужно тоже правильно. Это не должны быть какие-то техники самовнушения, я о нем не думаю, я о нем не думаю, а сами заходите в соцсети и смотрите, когда там он последний раз был в сети и кому он там поставил лайки. Так делать не нужно. Вы должны полностью переключиться на других людей, на других мужчин или на свою собственную жизнь и решать какие-то свои собственные задачи, перестать вообще полностью думать о мужчине. И вот только тогда этот закон будет работать, сам себя не обманешь. Но если вы послушали это видео и у вас остался один главный вопрос. Да, это все хорошо, но если я сейчас отпущу этого мужчину, да, то есть дам ему побыть в одиночестве, то наши отношения на этом и закончатся. И мне страшно, что он больше никогда там не напишет мне и я буду считать себя виноватой. В таком случае я вам настоятельно рекомендую, не то что рекомендую, а требую, чтобы вы перестали ждать возвращения этого мужчину и думать, почему же он пропал. Скорее всего вы уже находитесь в эмоциональной зависимости, потому что вам страшно, потому что вы нервничаете и переживаете на эту тему. И все эти отношения, которые у вас существуют, скорее всего они существуют в одностороннем порядке. То есть вы считаете, что это какие-то отношения, а тот другой человек, тот мужчина, который пропал, абсолютно так не считает. Ну закончатся отношения, ну и ладно, чего страдать-то на эту тему. Будет другой партнер, будут другие отношения, в которых вы будете более счастливой и который будет лучше, намного лучше к вам относиться, нежели вот эти вот отношения, в которых вы сейчас страдаете. Страдать из-за того, что вы перестали страдать, ну как-то на мой взгляд немного нелогично. А если у вас остались какие-то вопросы, то жду вас на своих личных индивидуальных консультациях. Всем желаю любви, пока-пока.